Утро первых, и вот что интересно. 26 июня исполнится 65 лет запуска первой в мире атомной электростанции, Огненской АЭС. Она также является первой остановленной в мире, и это случилось в 2002 году. Сейчас на её территории располагается музей. Интерес к мирному атому сегодня зашкаливает, как и рейтинг мини-сериала «Чернобыль». Давайте разберёмся с видеоблогером Ильей Маклаудом, смотреть или нет. Доброе утро. Доброе. Я думаю, что нужно посмотреть. Так. Да. Мне, например, сериал понравился. Специфически, конечно, очень много было к нему вопросов, потому что тема такая животрепещущая до сих пор. Я просто, я как бы, мимо меня это прошло, я честно говорю, я не успел ещё погрузиться во всю эту историю. А что за вопросы-то были к сериалу? Там вопросы были связаны, в общем-то, с тем, что, ну, тут, как бы, мы, ну, скажем так, на территории России, да, принято считать, что это вроде как, вот эта вся тема с Чернобылем, она вроде как, ну, наша, да, такая советская, и, соответственно, как бы мы вот в ней вроде лучше разбираемся. То есть эта трагедия исключительно наша, но связана это с тем, что, в общем-то, ну, точнее, в мировом масштабе это, естественно, тоже резонанс большой имеется, да, то есть это вот, ну, не хочется проводить параллели, да, как Вторая мировая примерно так же такое. Вот, но здесь как бы вроде американская телевизионная компания, да, то есть с британскими актёрами на основе, там, по-моему, шведской киностудии, да, в Литве снимают сериал о событиях в Советском Союзе, то есть они такие, а как, а почему нас не позвали, почему нас не спросили? Ну, и, соответственно, там, поскольку это художественное произведение, художественный сериал, очень, ну, не то чтобы очень, но есть, естественно, отступы от реальности, но это нормально, собственно, это в любой-любой даже фильм по Второй мировой возьми, то же самое, то есть есть какие-то допущения, но это сделано в угоду зрелищности, так всегда было. Ну, они прям настолько кричащие, вот эти вот, да? Я, кстати, считаю, что нет. Я считаю, что нет. Единственный момент, который вот, ну, для меня, скажем так, понятен, как для зрителя, да, что как бы это логично, но отличие от реальности, возможно, прям критическое, то, что для, скажем так, ну, в реальности, да, насколько я знаю, вот, почитал как раз-таки про все эти события на Чернобыльской АЭС, там до сих пор есть куча вопросов к этим событиям, о причинах и так далее, то есть до сих пор не установлены прям, ну, вот 100% именно поэтому это случилось. Секреченность. Ну, возможно, 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 не разобрались до сих пор, может быть, еще что-то. Сериал же, он, напротив, как бы так вот подводит это к тому, что, типа, мы, ну, дают они 100% ответа. Ну, это нормально, потому что, как бы, ну, я считаю, что, ну, для сериала это нормально, это художественное произведение, они должны, скажем так, ну, как-то открыть, закрыть этот вопрос. То есть открыли и закрыли, все, там всего-то 5 серий, по-моему. Ну, они взяли самую популярную версию, наверное, и как бы... Одну из. Вот. Плюс там есть вот этот небольшой момент, который, наверное, большинству, ну, части аудитории, особенно российской, не понравился, это, ну, идет некая такая демонизация советского строя. То есть такое, да. А есть за что там зацепиться, что демонизируют прям совсем строго? Да нет, в общем-то, не особо, я считаю. Ну, я говорю, я почему-то вот не знаю, я, несмотря на то, что я сам родился в Советском Союзе, я почему-то спокойно на это смотрю, думаю, ну, и что? Ну, мы к этому привыкли, что нас постоянно демонизируют, да? Поэтому спокойно к этому относимся. Что можно сказать о самом сериале с точки зрения исторической справки? То есть его можно рассматривать вот там, как вот пособие, да? Да, там есть такое, то есть я читал даже сравнение, причем людей, которые вот участвовали во всей этой истории, то есть там, когда идет, собственно, разбор полетов, условно такой, да, то есть там как раз-таки люди сказали, что да, то есть люди разобрались, во всяком случае, в технической части, и они подвели это все, ну, под такую техническую базу, ну, да, то есть это можно рассматривать, что да, такое и было. Актеры как подбирались для сериала, то есть? Ну, это британские актеры, в основе своей массе, там даже, в общем-то, были такие претензии западной аудитории, что типа, почему мы смотрим сериал про русских, а они говорят с британским акцентом. Вот, ну, это... А теперь почему? Ну, это сложный вопрос, то есть, потому что британские актеры, именно поэтому они говорят с британским акцентом. Блюсты, для нас, например, это непонятная претензия, да, а для американцев, оказывается, это важно, потому что у них, в принципе, очень много акцентов, страна многонациональная, и она вот, ну, несмотря на то, что, вроде, там, государственный язык английский и так далее, очень много акцентов, и вот, в частности, например, Ворнер Браздос, американской компанией, да, снимая «Гарри Поттера», они подобрали исключительно британских актеров, потому что действия происходят в Британии, это важно для них. Вот, для нас не особо актеров, в общем-то, даже можно узнать, там, очень много известных актеров, ну, известных как? Я даже имен сейчас не помню. Ну, по сериалу. Ну, да. Да, то есть, такой, да, это я видел там, это я видел здесь, ну, смотрится вполне, очень хорошо восстоздана атмосфера, я должен сказать, вот в деталях, вот реквизит и так далее, подобрали хорошо. То есть, я считаю, что это очень достойное произведение, в всяком случае, с точки зрения постановки, посмотреть стоит на это. То есть, мы не зря потратим время, если включим, мы посмотрим. Сколько вам по времени занимает, сколько серий? Там всего пять серий, они в среднем по часу, ну, плюс-минус, да, то есть, ну, пять часов, то есть, вот, в выходной день можно потратить на это. А от начала до конца, это законченное произведение? Да. То есть, больше продолжений у нас там не будет? Нет, нет, там у продюсера спрашивали, говорит, будет ли у нас продолжение, они говорят, нет, ну, а о чем снимать? То есть, там вот история, вот она, все, у нас закончена. То есть, далее, как бы, если только есть смысл снимать, там, вот, о последствиях всего этого, то есть, далеко идущих, ну, там, как бы, нет. Ну, что ж, друзья мои, вот мнение Ильи Маклауда, а какое мнение будет у вас? Сформируйте его самостоятельно, посмотрите, вот, на ближайших выходных сериал «Чернобыль».